общий привет он колбаса на вы если вечерком погулять обещал я давно уже что вы до вчера не получилось снег валил погода такая мерзкая была сегодня вроде так солнышко светило ну ничего достойно все и хотя время сколько тут 5 часов они пол шестого но все равно как бы детское время но с этим зимним временем еще идиоты перешли опять плюс вообще сколько там через 20 дней будет самая длинная ночь году поэтому она все кстати поздравляю с наступающим с наступающей зимой до 1 декабря сегодня первый день зимы зима в принципе вступила в права вам показываю снег лежит красота температура не знаю каких может минус 3 минус 4 но пар идет не идет не за смотреть видов рыда я так вижу пара не знает вот через камеру дает или нет изображен так чё там у нас теперь с нами добрый день ну какой-то одессон девка какая-то там давай не будем судя по фотографии это скачаны с интернета там какой-нибудь там десятилетний шпингалет блин шифруется под девку да ну как любители нормальная будет фотография говорю ну более-менее взрослого человека там от 20 выше ну может быть и пообщаемся с этими извиняюсь внучками не говорить собственно говоря пока нечем так привет привет остаточное явление у меня еще коронавируса я иду к пульмонологу через два дня сделают рентген хочу посмотреть сколько у меня там поражение легких потому что уже вроде покашлять меньше стал но все равно еще осталось и он же гад бьет не только по легким там по всему организму фига что и по мозгам тоже кстати так что последствия могут быть непредсказуемы ну я как философски отношусь к этому многие говорят там философу да ищите во всем позитив ну позитив вот уже скачал сегодня к вид паспорт действительно до середины мая так что можно не париться насчет там прививок там или чего-то какие-то химии делаю да все официально но там сдам на антитела можете еще останутся еще продлится посмотрю как 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 карта ляжет но опять какой-то детский сад логотип тик токов я с администрации тик тока не собираюсь вести трансляции можете ли не париться либо так что там еще у нас пользователь поделился трансляции ну спасибо ребят чем больше делитесь и лайков ставите тем больше рекомендации попадает тик ток соответственно народу все у меня кстати был рекорд ну кто регулярно следит за трансляциями не еще раз говорю тик ток не партия с тик током разговаривать не собираюсь так вот 26 тысяч 800 по моему было лайков то есть это вообще зачет за где-то час небольшим времени мне тут лайков ребята понаставили нас прям такая сверхзадача была причем накануне был рекордом 15000 ну тоже красота а здесь мы так целенаправленно поставили ну такой как бы задел что хотя бы 20000 побили а потом 25 ну до 30 очки вот не дотянули немножко ну ничего и не страшно вон моя колбаса бежит и это же кайф на я как болел то две недели так она практически только на улицу выходила там во двор не гуляли с ней не по лесу не вот как сейчас по поселку ну и скучно еще на все дни лежит на диване на полу на кресле и скучает собачья жизнь за на и не очень весело если так разобраться они во сне проводят почти 18 часов если мы люди там грубо восемь часов 9 спим да это тоже считаем много одна треть жизни так у них и две трети они проводят во сне это вообще катастроф кошки так те до 22 часов спят то есть практически все кошки спят всю свою сознательную жизнь только там два-три часа бодрствует но это так вот из наблюдения млекопитающих зато дельфины не спят можно сказать они еще я помню в юности читал про дельфин довольно много интересной информации был ну и у дельфинов они во первых практически никогда не стоят на месте двигаются постоянно и самое главное что у них спит одна половинка мозга 2 действует ну функционирует а потом меняется местами спит второе полушарие это действие функционирует то есть я так понимаю как бы один глаз прикрыт до смотрит одним глазом чтобы там не врезаться никуда в акулу там в кита в каком вот и потом второй глаз если полушарие закрыт ну кстати прикольно было посмотреть как дельфин спит во сне да с ним поплавать я так с дельфинами рядом плавал сейчас скажу наверное каких метра два от меня были это на мальдивах мы плавали с масками да там снорклинг ну и на рифы очередные там поплыли сняли местных ребятишек у них лодки такие типа рыбацкие длины как в кино показывают ну и вот на такой лодке мы там четыре риф посетили и вот уже на по моему последнем последнем рифе с нами еще поляки были муж женой с ребенком ну и плавным плавом потом я так это из воды голову вынимаю смотрю несется такое обезумевший поляк блин шарк шарк орет блин че за шарк ну потом до меня доперло то накула ровность выяснил себя просмотрелся дельфины просто ну ребенок с мамаши видно плаву ну и все он от них а я к ним и поближе подплыл ну так это прикоснуться не удалось она уплыла ну как бы достаточно близкая приблизился с ластами с маской ну в общем где-то метра два с половиной то три до него ну и потом они на меня посмотрели и поплыли там по своим делам таких дураков как я видно каждый день видят меня не удивили я честно сказать акулу ближе видел чем дельфин потому что там вокруг рифов плавают так и называется рифовая акула они небольшие там буквально метр длиной полтора метра вот так вот меньше человеческого роста и они вообще не не агрессивны не нападают ничего ну конечно если ты не в кровище там будешь есть тогда кирдык так сейчас машинка сейчас я умку возьму таком компа стоит 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 стоять 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 не торопись но машинка проехала можно идти дальше ну и все собственно говоря вот с дельфинами искать поплавать не удалось акулы часто падать через каждый день практически видели одну то и две три тоже они там подплывают по своим делам там ищут каких-то рыбок кальмаров они очень любят кстати вот и все находит наверно с голоду не дохли вообще конечно мальдивах ребятам скажу сколько я путешествовал по миру самые лучшие кораллы и наверное самое большое обилие рыб я вот видел именно мальдивах даже на красном море в египте ну такого нету изобилия сколько на мальдивах не зря со всего мира прилетает люди туда чтобы посмотреть на эту красоту и причем там на разных атоллах совершенно разные кораллы и живность отличается но и те кто любит вот снорклинг или там дейвингист то конечно лучше предварительно почитать где на каких атоллах какие там кораллы какие виды животных и уже целенаправленно туда ехать вот мы так когда были мы посетили 5 островов и я скажу везде отличалась самый лучший был это самый первый дикий остров там вообще там фантастически конечно кораллы фиолетовые такие круглые формы были и масса рыб разных вот там черепахи там и морские змеи опа где моя колбаса что я заболтался он бежит так это кстати вот знаменитый ртутный светильник наш местного то обратите внимание видите зеленого цвета все вот там дальше они все желто-оранжевый да это галогена это вот один еще единственный из старых запасов он ртутный и он зеленого у меня кстати уже наверное месяц назад как ты меня тут осенило я наверно сниму целый сюжет на ютюбе выложу про то какой свет был вообще ну в истории человечества всего так вот просто тупо взять и демонстративно показать вот как ночью человек освещал себе ну какие-либо вот помещение там или улице и довольно таки я думаю любопытный сюжет потому что сейчас люди туго представляет вообще как воспринималось какими глазами вот наши предки до воспринимали окружающие ну пространство до условно потому что началось конечно все это с при как приручение огня да вот живой огонь то есть там это в пещерах факелами какими-то кострами освещали это соответственно вот похоже вот такого желто-оранжевый свет но были времена в истории человечества когда свет был другой в частности вот для примера вот видите вот зеленой свете видите вот долгое время считайте все 60 и 70 и годы там 50 и годы были вот такие ртутные светильники они светили зеленым светом на улице перед этим то в 19 веке были газовые фонари соответственно газ голубоватый оттенок дает вот до этого были масляные светильники масло загружали были фонарчики которые заливали вот масло там больших городах в лондоне в париже вот ну масло сами знаете тоже на светится таким причем там разные масло были и не на нефтяной основе как правило натуральные там вот и они соответственно коптили конечно мы тоже давали такую желтоватый интересный оттенок потом был период когда я уже говорил русский изобретатель наш это 70-х годах 19 века тик токер еще раз повторяю не буду я разговаривать администрации тик тока поменяешь нормально себе логотип сделаешь с лицом может быть я отвечу так вот порывается здесь на совместную трансляцию какой-то блин инкогнито значит так сбила меня смысле а он придумал между двумя угольными электродами делать дугу электрической ну и соответственно был такой голубоватый тоже оттенок близко к солнечному спектру эти тысячам кельвин то есть реально был практически дневной свет я так предполагаю напоминала то что сейчас светодиоды дают дневной свет вот нечто похожее было а потом уже эдисон придумал знаменитую эту вольфрамовую нить и вот около там 3000 кельвина 2 800 она светила как желтая лампочка до желтая лампочка ильича была ну советское время веса и вот эти лампы накаливания почти 100 лет были лидерами по освещению были конечно там и исключение из правила там вот металлогалогеновые светильники они могли давать солнечный спектр близки к нему потом в тридцатых годах изобрели вот неоновое освещение там уже разные трубки разного спектра были но они в основном применялись там для рекламы для всевозможных там вывесов каких-то баннеров рекламных там уличных в быту конечно они не используются ну как бы такая есть вот идея и соответственно демонстрировать конкретно где какой свет какой давал спектр чтобы сейчас современного человек представлял что то что мы богатстве имеем да в любое в принципе те же самые светодиоды можно и же любого спектра делать даже невидимую и это вершина развития на данный момент хотя честно сказать я где-то прочитал так привет привет где-то года полтора наверно такая информация интересная прошла что кто-то там из исследователей обнаружили что если добавить вот в обычную вольфрамовую нить да еще и диссона оксид титана по моему в определенные пропорции то его эффективность повысится до 30 или даже 40 процентов то есть если вы знаете значит обычные нить накаливания на 5 процентов только идет на освещение 95 идет на инфракрасное ощущение ну на тепло то здесь получается эффективность повышается чуть ли не в 10 раз то есть она супер экономичной получается и причем это по старой технологии это вот с обычными лампочками этими вакуумными и внутри вот это вот вольфрамовая нить с титановыми добавками этими оксидцитана но технология простая не нужная потому что они там десятки миллиардов бухали на эти светодиоды куда сейчас делать все эти старые конвейеры практически уничтожены и все и вот таких изобретений похоронен как говорится очень много хотел сказать там не совсем таскать прилично фигово туча можно и так выразиться под сукно кладут вся эта бензиновая мафия горю только благодаря илону маску вот он смог сдвинуть с мертвой точки всю вот эту вот бензиновую дизельную мафиозная группа с этими нефтяной иглы как говорят молодец в этом плане чуваку конечно повезло что во первых он в это время родился тогда проблемы экологии стали выходить на первое место так унка стома хвостиком или идем мы туда не пойдем нет это не для тебя открыли идем-идем домой к идем она уже тут намылилась гости так еще одна машина лунка осторожно так они разъездились что-то никого то блин одна заодно она машина вообще не боится кстати смело смело иди мой еще одна ртутная видите зеленый ну это вот на весь поселок две остались последний из маги к таком к идем туда заходить не будешь идем дальше ну вот так так ну чё какие просто может будет у народ тишина народ потихоньку отвалился короче от трансляции я кстати перед тем как начать трансляцию да то мне пишется сколько активных подписчиков данный момент сети ну мне написала 6900 то есть почти 7000 моих подписчиков но судя подключение как-то не хотят они меня слушать абсолютно игнор свои дела и так куда побежали видишь еще одна машинка ей это придурки туда-сюда ездит блин нафига туда-сюда кругами кататься езди белок за рулю как это последние песни на есть это малиновые лада до гоняем у помкаду есть такие идиоты которые ездят ради езды не то есть цель не доехать из пункта в пункт б а просто ехать и неважно можно и по кругу так ну я уже принципе приближаясь к своему дому еще минут пять и эфир закончится так что если есть желание можете что-то спросить я даже могу что-то ответить если буду знать ответ на этот вопрос ну я скажу без перчаток уже прохладненько сейчас держу телефон в руке так пальцы немного примерзает вот единственно так мне тут показала что осталось у меня 10 процентов заряда так что я немножечко прибавлю газу чтобы мне хватило заряда до дома дайте так колбасу мою еще раз покажу о ради ну вообще вот это чудо не собака самая любимая собачка мы с этим балбесом гулять это катастроф с малышом постоянно куда-то лезет что-то ему надо где-то что-то там нюхает какие-то тут он у нас убежал где-то сколько два дня назад так целые сутки а я чуть не подскользнулся бодяжился да уже скользкие у меня ботинки на другие будут менять другую подошву ну и все ночь не спал ночевал там на улице своей любовница побежал очередной вот она так дома спит он дурак на улице но это его проблемы на следующее утро за ним съездил привез сейчас вторую ночь дома так здравствуйте здорово здорово уже можно сказать здравствуй прощай потому что осталось метров буквально 200 метров и все это на трансляцию прекращу так что еще раз повторяю ребят если кто хочет что-то спросить есть еще шанс слышать от меня какой-либо ответ ну так красиво мне нравится вот легкий снег слава богу он уже прекратился идти утром был и ночью шоу ну и наверно сантиметров сейчас 5 или 7 то что там у меня выложено на тик токи да сразу говорю это повтор прошлогодних клипов как раз примерно в это время их выкладывал там январе в декабре так что реально столько снега конечно не выпало не честно сказать болезни не до этого было снимать какие-то новые поэтому я решил такие ремейки по выкладывать ничего набрали принципе некоторые по несколько десятков тысяч просмотров даже так что а вот шпингалет еще один соседская собака такой арчибальт еще тоже такую убогую собачку называть таким именем но люди по-разному сумасу москве как говорится ладно пускай будет арчибальт ну в простонародье тому варча зовут так ребятки короче никого ничего не интересует все все знают молодцы и это правильно как говорится завтра если получится может быть я днем постараюсь погулять конечно будет веселее картинка а то фонари тут на расстоянии там 50-70 метров и освещенности конечно не хватает ну что всем желаю хорошего вечера главное не болейте всем здоровья как говорится дьешь приятно пообщаться выключаем